Всем привет! Давно не было блога в течении всей этой недели, но я решил, что все-таки нужен хотя бы один блог раз неделю. Вы смотрите видео, что делать, если плохое настроение. Долго думал, о чем снимать свой блог, много очень мыслей приходило. До этого опять было у меня плохое настроение, все собирался. С мыслями, о чем мне снимать, тем на самом деле было очень много, но я решил, Что делать, если плохое настроение? 10 способов победить плохое настроение Каждый из нас периодически страдает от плохого настроения, иногда по какой-то причине, иногда без причины, хотя причина есть всегда. Просто не всегда мы хотим в этом себе признаваться, не стоит сдаваться. Есть множество способов победить плохое настроение, и мы расскажем о самых действенных из них. Ну, чтобы мне сделать этот блог, естественно, я просматривал какие-то видео, читал советы. С некоторыми я не соглашался, с некоторыми я, в принципе, и соглашался. Я согласен, что еда, она поднимает настроение, но временно. То есть, все, что поднимает настроение, это может быть временно, но не длится целый день. Рекомендует улыбнуться, улыбнуться. Это должно вам поднять настроение. Рекомендует совершить хороший поступок. Совершите хороший поступок, и вам должно поднять настроение. Рекомендует взять домашнее животное, погладить его. Это может быть ваша любимая собака, может быть это ваш быть кот. И он должен вам поднять в общем настроение. Я знаю один метод, который хорошо поднимает настроение, но я не рекомендовал бы этим воспользоваться моим таким советом. Выпить литр водки. Алкоголь это всегда весело, но я не рекомендую. Хотя, если вам уже делать нечего, то, в принципе, алкоголь это очень эффективный. Потому что он реально поднимает настроение. Я помню, как-то выпил 2 литра пива, и мне реально подняло настроение. Но я знал, что это алкоголь и что это химия. То есть, ну еще раз повторяю, что алкоголь это всегда весело, но это не решает частично ваши проблемы. То есть, это вредно для организма. Это работает. То есть, алкоголь он всегда работает на организм, чтобы вам было весело. В общем, одним словом это химия. Поднимает настроение это наше воспоминание. Естественно, в нашей жизни ярких моментов их очень мало. Но если их вспомнить, то это поднимает настроение. Это может быть встреча старых друзей. Это может быть первая ваша любовь. Это может быть ваша бывшая. Это может быть ваша бывшая. Или вы где-то там встречались. Это какие-то яркие просто моменты из вашей жизни, которые были в прошлом. И вы вспоминаете. Что делать, если плохое настроение? Вспомнить мини-прикол. Я думаю, это должно поднять настроение. Я знаю, просто некоторые подписчики вспоминают мини-прикол. И они мне говорят, что это поднимает настроение. Но я не знаю. Есть такая тема. Мини-прикол. Мини-прикол. Что делать, если реально плохое настроение? Маркиз, блядь. Уйди. Маркиз мешает. Рекомендует, знаете, рекомендует погулять на свежем воздухе. Ну, где-то там часик погулять. И это может поднять настроение. Позвоните другу. Это должно поднять настроение. Сегодня я шел к другу. И он смотрел кунг-фу панда. Не знаю, какую часть. Я не смотрел это кунг-фу. Я смотрю, и там эта панда говорит что-то смешное. И мой друг смеется. Я вместе с ним смеюсь. И, в общем, мне это реально подняло настроение. Хочу уже закончить это видео и сказать, что все-таки для каждого из нас это актуальная такая тема. То есть вопрос такой, что делать, если плохое настроение? Потому что у каждого из нас есть плохое настроение. Не все мы можем справиться с плохим настроением. Мы постоянно ходим такие все скучные, серые. Потому что плохое настроение. Не хватает какого-то праздника. Не хватает так. Ну, хочется как-то подмодриться. И ты не можешь никак подмодриться. Ты не знаешь, что делать. У тебя плохое настроение. Ты не знаешь, как себя подмодрить. Но все-таки постарайтесь разобраться в себе. И найти какое-то занятие или что-то из этого. То, что я вам тут порекомендовал сделать. И, возможно, вам поднимет это настроение. Или просто в конце этого видео посмотреть пару смешных роликов. Да, Эд! О, ГОД! О, НО!